всех приветствую друзья сегодня у нас на обзоре интересный гаджет опять же мне в руки попал от компании fusibot это планшет dt2 у нас с вами был планшет dt1 здесь dt2 интересный планшет планшетик защищенный по всем стандартам ip68 ip69 miltos ad10 810 g американский военный стандарт гигантская батарея современное железо и вся начинка большой экран и ps матрица давайте распечатать посмотрим что внутри по программному обеспечению пробежимся посмотрим начинку интерфейс оформление сделаем выводы поехали здоровенное коробище не вылазит у меня на стол ланшет сам немаленький давайте клееночка уберем сразу чтоб не бликовало и так пробежимся по спецификациям fusibot dt2 10 4 дисплея дюйма ps матрица в 2к разрешение замечательное 13 android стоит 8 ядерный процессор на 6 нанометровым технологии helio g99 8 гигабайт оперативы расширяться еще 8 но обещаю что расширяться я посмотрим 256 встроенной до расширение до 16 гигабайт 64 мегапикселя задняя камера 32 мегапикселя фронтальная камера gps глава байду болели его вся спутниковая навигация присутствует две сим-карты и 21000 560 миллиампер батареи вот это монстр так отпечатываем распечатываем открываем коробочку смотрим что нас ждет здоровенный планшет так планшета мы чуть чуть попозже вернемся давайте комплектацию посмотрим комплектация скрепка для лотка открывание сим-карт посмотрим спаренный лоток не спарены краткая инструкция на нескольких языках до русский присутствует может крепится ремешок и тени так как весит он килограмм килограмм 24 грамма и быть точным вот такой ремешок чтоб рука ваша не уставала быстрая зарядка я бы сказал не то что быстро она быстрейшая 66 ватт 22000 миллиампер надо зарядить такая зарядочка данную батарею этому часа за три прокачает может даже меньше этому чуть чуть попозже сейчас давайте к планшету вернемся и чуть-чуть попозже сделаем когда я уж буду обозревать прикрутим сразу же так по планшетику здесь алюминиевый сплавив у них логотип компании fusibut но не небольшое в плане до толстенький но он такой прошлый раз у нас побольше был планшетик здесь видно из интересного что 64 мегапикселя камера вот это кто-то говорил что отпечаток пальца нет отпечаток пальца у него отдельно идет вот он вынесен качельки громкости соответственно клавиша включения выключения микрофон это не знаю что такое на прошлой модели тоже это было может когда-нибудь тепловизор стоит а может не знаю дальше здоровенный фонарь идет так как фотоспышки нету подозреваю что он же является фотоспышкой потому что блок камер вынесен немножко подальше от него но он выпирает немного и еще буртики у здесь есть вот они так как показали здесь буртики идут если даже планшет упадет у вас камера не разобьется до фонарик серьезно здесь алюминиевый сплав идет с каким-то металлом прорезиненные вставки soft touch прорезиненный приятно будет держать когда вы будете держать руках если без ремешка то очень приятненько снизу еще один микрофон идет вот он 4 динамика заявлено здесь два и здесь два с этой стороны ничего нету так распечатаем заглушечку заглушка для зарядки довольно плотно сидят здесь давайте распечатаем посмотрим лоток сим-карт как расположен лоток сим-карт ну таски смотрим или две сим-карты или одна карта памяти и до двух терабайт карту одна сим-карта и до двух терабайт карта памяти или две флешки на договариваюсь извиняюсь все запечатываем запечатываем если будете топить или шпыли не забываем заглушки всегда делать со стороны у нас прорезинение на конце если также упадет все здесь защищено ничего данному планшетику не будет с этой стороны камера также видим датчики характеристики тоже основные они все продублированы как и также есть сканер отпечатка пальца и распознавание по лицу тоже у вас будет разблокировка по лицу говорил на 6-нанометровый 8 ядерный процессор энергоэффективный достаточно заряда хватит надолго 10 4 дюйма дисплей 13 android и полностью защита так давайте попробуем сейчас аккуратненько снять да здесь две клеенки идет так что снимаем аккуратно чтоб 2 клиночка осталось дальше что мы делаем прикручиваем 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 а вот странно почему отвертку в комплекте не положили до секунду тогда возьму свою а нет отвертка есть извиняемся отвертка есть сразу же сейчас прикрутим крепежи не знаю мне с ними удобней гораздо вот так это ставится вот так это ставится только наоборот плоские винты идут под плоскую отвертку 4 штуки отвертка не намагничена и последние штрихи готова вот так выглядит планшетик с ручкой его под настроем настроил планшетик давайте мы с вами сейчас пробежимся по начинке запись экрана вставляю на эту сторону вам наверно так будет удобней по умолчанию здесь стояла желтая тема я немножко синюю поставил больно ярко ярко яркости экрана хватает за глаза есть меню которым позже вернемся давайте сразу же по настройкам пробежимся видим что здесь не голый android это замечательно иконочки подкрашены это хорошо и если мы будем переходить между прочим такое не легенький планшетик рука наверно знатно ваша устанет так первый пункт к сети интернет но тут ничего интересного тут у нас планшет данную 2k sim-карты поддерживает 2 диапазоны вай-фай у него 245 герц bluetooth версии 50 здесь установлен подключение устройства не интересно приложение уведомление опять же можете настроить пробегусь по всем пунктам на некоторых заострю внимание батарея почти 22000 миллиампер батарей мог хватит ну очень надолго учитывая что здесь энергоэффективных стоит процессор хранилище 256 гигабайт встроенной на данном планшетике 2 терабайта можете флешечку поставить на думаю это вам хватит за глаза между прочим экранчик замечательно плотность пикселей хорошая вот смотрю и глаза не всматриваются видно что все чуть-чуть прорисовано нормально и пересматривается звук по звуку но тут 4 динамики стоят рингтон давайте послушаем басе хватит 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 можете настроение такой басистый звук у него с низкими уж переоборщили что и был бы такой интересный звук так звук ну тут можете полностью все вызовы настроить на данном планшете по экранчику ярко сейчас на 43 адаптивная яркость видим присутствует обычно отключаю самый интереснее самому делать когда нежели сам планшет обычно некорректно у всех работают заблокирован экран время отключения экрана темную тему можно включить масштаб экрана текст опять же кого со зрением проблемы то пожалуйста ночная подсветка цвета натуральная поворот экрана вот непереведенный пункт есть bright light charging зарядка а это у нас индикатор событий можете здесь вставлен это четенько когда у вас будут сообщения приходить или еще что нибудь то будет индикатор менять на некоторых нет планшетах и телефонов мне его не хватает здесь удобно можно разные цвета поставить на разные вызовы обои но можете поменять я сейчас поменял сможете сменить обои стояла вот эта желтая тема обои тут много можете для себя опять же поставить любую тему специальные возможности переходим тут все классическое безопасность конфиденциальность опять же ничего интересного тут нету по безопасности в основном местоположение 4 навигации галерея байдо глонас gps будут ловить вас четенько если вы где-то будете с собой в походы а вы его походы берут в автономку да не боятся разбить по картам тут можно ходить по навигации в рюкзак бросили все у вас не подведет никогда навигация безопасность экстренных случаев свои данные можете здесь бить и когда ваш труп найдут в лесу по данному планшету возможно будет идентифицировать пароли аккаунты из интересного здесь 8 гигабайт оперативы и расширяться до 7 хотя производитель заявлял что 8 можно ну видать у меня этот инженерный образец можно включить и у вас вот 16 гигабайт оперативы физической 8 напомню так следующий пункт digital альбом parents control а здесь у нас цифровое благополучие наверху же написано цифровое благополучие опять же если вы детям покупаете у меня у самого ребенка вот такой планшет но не такой вот защищенный подобного рода пожалуйста можете ограничивать все контролировать пускать не пускать сервисы google видимо все установлены некоторые пункты не переведены но я думаю вам труда не составит понять здесь сложности никого нету здесь можете включать включать ускорять систему зайдем по системе язык вот жесты можете трех кнопочная сейчас стоит управление можно тебе по свайпу сделать как бы кому удобно и во планшете опять же все характеристики и вынесены сюда 8 гигабайт оперативы плюс 8 расширяться давайте продублирую 256 встроена 32 мегапикселя фронтальной камеры задние 64 2 и герца 81 процессор на каждое ядро 22000 мм батарея разрешение экрана 1200 на здесь неправильно написано на 2000 1920 хотя можно да это тут же 4k 2k дисплей да все правильно android 13 ну и соответственно android у нас 13 на борту вот такая по начинке пробежались давайте сразу же пробежимся по 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 саму планшету так интересно нфс есть у него здесь вроде обсумали мобильный интернет фонарик не беспокоит геолокация энергосбережения под водой между прочим может он снимать скриншоты . доступа как нфс я здесь не вижу хотя может если настройки зайдем саунд управление хранилище google files нет нфс я здесь не вижу на данном планшете так что покупками там не получится им расплачиваться ну сервисе google видим установлены если зайдем в меню из интересного что здесь конкуляторы сумка с инструментами сумка с инструментами компас шумомер на стену уровень уровень замер высоты величина и стекло сил на тревогу и ответ с респонтивным фонарик фонарик давайте мы по фону фонарик наверное тут отдельно вынесена сейчас мы посмотрим да есть нету так fm радио которая без наушников не будет работать вызовы камера нет смотрите фонарик у нас все-таки в сумке инструментов отдельно не вынесен сейчас мы проверим этот фонарь но светит конечно угол он да наверное через сумку инструментов включаться фонарик глаза берегите ох вот это фонарь так все эти до мушки потом глаза клетают знатно ну так же режим соус если вы там потерялись где-то функции все есть замечено такой фонарь нормальный на фотоспышку будет работать чутенько что касается сенсор еще отпечатков пальцев есть достаточно шустры демонстрировать не буду номера и набиратель вам покажу некоторые спрашивают как выглядит классический номер и набирать и вызов идет через динамики по громкой связи потому что по-другому дуна на как только кухой не приложил вот так что касается останавливаем планшетика ну такой шустренький планшетик замечательный поначалу показался кирпидон иваныч нет ни кирпидон иваныч сейчас я наверно ставлю вам тут пару фотографий постараюсь на улице пофотографировать походить примеры видео но опять же не камерафон как обычно это планшет у планшета задач сфотографировать документы в основном у него даже фронтальная камера всегда получше на планшете чтоб конференции видеосвязи были но здесь 64 заявлено смотрим 64 до 64 но фотография не все фотографируют замечательно видео конечно печали боли на планшетах и телефон может они допилят море примеры видео так фронтальная камера умеет снимать 1080 ну на камерах не стал застрять внимание ничего особенного такого нет смотрим как снимает камера если для селфи там или еще для мороз напротив солнца можно можно вот так где я слепну вообще вот так снимать 1080 давайте заднюю камеру проверим задняя камера снимает сейчас в 2к ну написано в 2к посмотрим 2к есть нету вот так снимает стабилизации здесь не нашел смотрим сами если пройдусь немного я посмотрим если макросъемка макросъемочка в принципе и на усмотрение и довольно неплохая не такая быстрая но все же вот так снимать задняя камера сейчас фоточек по делу и и и и ну вот такой у нас сегодня был планшетик друзья мои на обзоре от компании визе вот dt2 вторая модель получилась удачно интересный вид конечно под на дизайном заморочились ребята весит килограмм не сказать что тяжелый но и нелегкий зато вот такая штучка есть крепление которое вам всегда поможет данный планшет путешественникам экстремалом спецслужбам обязательно в автономке кто проводит много времени и у кого есть свободное место данной машины там путешествий рюкзак конечно можно бросить пускать проще хотя тоже сейчас телефоны как у нас на днях был тоже весит половина этого автомехаником пожалуйста сканеры подключили хоть куда здоровенный экран мультимедиа детям дальнобойщикам применению данного планшета можно найти хорошо что они появились на рынке сейчас не только мобильные телефоны уже планшеты рынок развиваться планшеты радуют батареи гигантские тут процессоры современная китай не перестает удивлять все ссылочки оставлю в описании чтобы не спрашивали сколько стоит и где взял переходите смотрите кого заинтересовало потому что курс доллара плавает цены всегда плавает фиксированной цены нет фонарик интересный камеры сами видели как снимают и противо ударной на этом у нас все же здесь следующий обзору будет много интересного еще тем пока увидимся следующий обзор Продолжение следует...